В столице 12 часов в эфире новости с вами Алмаз Ашим. Добрый день. Первый президент Казахстана посетил малую родину в Алматинской области. Нурсултан Азарбаев прибыл в Шамалган, где встретился с жителями села и со своими соратниками. Встреча прошла перед историко-культурным центром Атамикен. Там собралось больше трех тысяч местных жителей. Первый президент отметил, что с этим селом его связывают только самые теплые воспоминания. Так как там прошло детство Нурсултана Азарбаева, в Шамалгане до сих пор располагается школа, куда будущий президент пошел в первый класс. Сейчас в этом селе проживают около 20 тысяч человек. Касым Жумар Токаев дал первое интервью казахскоязычной прессе в должности президента. Глава государства ответил на вопросы главных редакторов газет «Егемен Казахстан» и «Айхан». Президент рассказал о трех основных принципах своей деятельности. Это преемственность, справедливость и постоянное развитие. «Благодаря мудрому решению Ельбаса, передача власти состоялась без эксцессов», отметил Касым Жумар Токаев. «Этот шаг сделан для будущего, для сохранения стабильности государства и его дальнейшего развития. Теперь наша задача не сойти с этого пути, твердо идти вперед, развиваться и процветать. Иначе будущее поколение нам не простит». Президент отметил, что нельзя отставать от высоких технологий, мирового развития цифровизации, а также указал на необходимость нового подхода коммуникации власти с народом. От отчетов и докладов Акимы перейдут в социальные сети. Президент подробно остановился на выделяемых средствах для соцподдержки уязвимых групп, но дал понять, что необходимо бороться с иждивенчеством, а также отметил, что не приемлет помпезность и расточительство. «Менять правительство в настоящее время необходимости нет», отметил Касым Жумар Токаев. «Если меняется президент, не обязательно должно меняться и правительство. Правительство было сформировано недавно, предстоит решить большой блок вопросов, министры получили конкретные поручения. Есть еще сезонные вопросы. Паводок, пассивная кампания. Поэтому я не вижу необходимости сейчас менять правительство. Но работа отдельных членов Кабинета министров будет оцениваться по результатам». Снизить нагрузку на врачи общей практики, открывая новые поликлиники и медицинские участки в регионах. Такие поручения сегодня были озвучены на заседании правительства. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов доложил о текущей ситуации и существующих проблемах. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Инди Ратигжанова. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов на заседании правительства говорил о развитии первичной медико-санитарной помощи в Казахстане. Сообщено, что на сегодня в стране действует свыше 500 поставщиков данных услуг. Более 30% из них в частной организации. Всего по республике действует свыше 11 тысяч медицинских участков. Есть проблема нехватки специалистов. По словам министра, многие врачи продолжают трудиться на два участка, что, конечно же, не может не отразиться на качестве обслуживания пациентов. Есть и другие проблемы. Это, в частности, износ оборудования, а также инфраструктуры. Особенно это касается сельской местности. Свыше 800 сел по республике не имеет медицинских участков. Проживает в них порядка 200 тысяч казахстанцев. По словам министра, все эти вопросы будут решаться поэтапно. В частности, в ближайшие три года в регионах планируют открыть около 600 новых поликлиник. На это потребуется порядка 120 миллиардов тенге. 228 поликлиник планируют отремонтировать. Что касается нехватки кадров, то в этом году из медицинских вузов выпустят порядка 5000 молодых специалистов. Также напомню, что с 1 июня ожидается 30% повышение зарплаты медработникам. Это тоже будет одной из существенных мер по поддержке, говорят в правительстве. Отмечается, что в целом в этом году поэтапное увеличение зарплаты запланировано свыше 5 миллиардов тенге. Коснется это 36 тысяч участковых медработников. Глава правительства Оскар Мамин поручил уполномоченным органам держать все эти вопросы на контроле, а Акиматам поддерживать молодых специалистов на местах, подъемными, а также решать вопросы с состоянием поликлиник. К другим темам. В Кокшетау с зоны подтопления минувшей ночью эвакуировано 16 взрослых и двое детей. Вдоль русла реки Хлшахты, где еще сохраняется опасность, находятся 600 домов. Воду, которая пришла в областной центр после прорыва дамбы на Кенесаринском плотине, пропускают через речку Хлшахты в озеро Копа. Туда поступили 1 миллион 600 кубических метров. Водоем может принять в целом до 5 миллионов кубических метров стока. До сих пор продолжаются работы по откачке. Спасатели говорят, что к 17 часам ситуация стабилизируется, и даже будут проведены работы по благоустройству. У нас подтоплено порядка 5 домов, частных домов. Имеется вода в подвалах, которые сейчас уже откачивают многоэтажных домов. И порядка 15-16 дворовых территорий. В основном это попало у нас в привокзальный район, ну и частично в районе 8-й школы. Подтопление, как говорил, да, произошло из интенсивного снеготаяния, прихода воды, в том числе и частичной реки Несаринской, да. Но и также из-за того, что входная-то водозабор на территории горных штабов намного меньше, чем объем воды, который поступал в густую реки. На Селитинском водохранилище почти в два раза уменьшили объем сброса воды. Об этом сообщили в оперативном штабе, который уже третьи сутки работает в селах Каратал и Кулыколь северо-казахстанской области. Напомню, там возникла угроза подтопления. На гидропосту Изобильное, расположенном в 60 километрах от выше названных населенных пунктов, уровень воды по сравнению со вчерашним вечером снизился на 24 сантиметра. У сел Кулыколь и Каратал показатели пока держатся на одной отметке. На сегодняшний день на 6 утра на Селитинском гидроузле объем воды составляет 215 миллионов, уровень 220-64, то есть с 11 вечера вчерашнего на 3 сантиметра понизился уровень. Объем расхода воды тоже идут на понижение, сброс воды составляет 259, метр кубический секунду. Продолжаем выпуск. В Казахстане вновь заработала государственная программа, призванная помочь фермерам в разведении племенного крупного рогатого скота. По ожиданиям чиновников из Минсельхоза, страна сможет войти в пятерку лидеров экспортеров мяса. Почему эксперты аграрной отрасли не разделяют амбиции отраслевого ведомства и с какими проблемами могут столкнуться середняки? Ответы в нашем сюжете. Эти породистые рогатые были завезены в Казахстан специально из Канады и США. С раннего утра быков моют, сушат и производят забор семени. После проверки семя замораживают, и в течение месяца оно хранится в специальной емкости. Когда карантин позади, его, так скажем, подсаживают в матку. Так происходит искусственное осеменение. После того, как правительство приостановило финансирование, мы реже стали привозить быков из-за рубежа. Сейчас в нашей стране есть спрос на молочные и смешанные породы домашних животных. Но мы только наполовину обеспечиваем страну, так как, чтобы полностью обеспечивать, у нас не хватает поголовья скота. Повысить генофонд племенных животных в Минсельхозе решили с помощью возобновления госпрограммы. Предыдущая была направлена на создание племенного ядра. По данным ведомства, в страну было завезено 55 тысяч мясного породистого скота и создано 150 репродукторов. Принципиально нужно было в этих фермерских хозяйствах увеличить матушку за счет завоза. Потому что внутри страны от того, что фермеры друг другу продают скот, от этого матушку не увеличивается. И задача у нас стоит именно в рамках Сабага теперь завозить товарный скот для того, чтобы фермерское хозяйство семейное, это вот 10, 50 голов, 100 голов фермерских хозяйств создавались. И за счет этого было освоение неиспользуемых пастбищ и в целом занятость сельским населением. Всего же за время действия обновленной госпрограммы Сабага, которая, к слову, рассчитана на 10 лет, поголовье племенного скота должно увеличиться до 8 миллионов. Однако энтузиазма минсельхоза не разделяют эксперты. По их мнению, на одном импорте далеко не уйти. Возможно, в мясной отрасли и легче импортировать, завозить живой скот, но что касается развития молочной, допустим, отрасли, которые тоже в этом году должны уделить внимание, то там я бы делал все-таки упор на эмбрионов, потому что опыт Казахстана, опыт импорта живого скота показывает, что уйдут большие потери, когда он завозится живьем, то есть привозится самолетом либо транспортом. Скот стрессует, часть погибает в придавке, кто-то не выдерживает акклиматизации, а эмбрионы, ты можешь в одной фляге привезти 10 тысяч голов. Впрочем, колоссального эффекта, как ожидали тогда в минсельхозе, страна может недополучить и в этот раз. Во время действия предыдущей государственной программы вместе с племенными ангусами в Казахстан завезли и редкое заболевание блютанг. Основные риски, считает аналитик, и сейчас связаны с ветеринарной безопасностью. Главное, чтобы государство исправно выполняло взятые на себя обязательства и учло прошлый опыт. 12 новых производств в скором времени появятся на территории специальной экономической зоны Харгос «Восточные ворота». Сейчас там работает сухой порт, сдан в эксплуатацию один и завершается строительство второго комбикормового завода. Оба предприятия ориентируются на экспорт и уже этой осенью будут принимать урожай у крестьян Панфиловского района. Тему продолжит Гульнар Жантасова. 60 тысяч тонн зерновых культур в год будет перерабатывать комбикормовый завод. Его строительство началось в прошлом году. Сейчас он практически готов к эксплуатации. Предприятие обеспечит работой почти сотню жителей Панфиловского района и будет принимать урожай у местных крестьян на переработку. Комбикорма – это полнорационная комбикорма по всем видам и группам животных. Что стоит отметить, что мы покрываем полностью потребность Панфиловского района, Алматинской области и у нас будет порядка 40% экспортного потенциала для того, чтобы производить торговлю, приграничную торговлю с Китаем. Это второе предприятие по переработке сельхозпродукции, которое построено на территории специальной экономической зоны Харгос Восточные Ворота. В скором времени здесь возведут еще несколько производств. На сегодняшний день на территории специальной экономической зоны 12 участников находятся в активной фазе реализации проектов. Это группа компаний с проектами по переработке сельхозпродукции, с выпуском консервированной продукции, джемов, повидла. Компания реализует у них два проекта. Это первый проект – строительство бетонного завода. И второй проект – это строительство технопарка на резервной территории специальной экономической зоны. Кроме перерабатывающих, здесь планируется возвести еще ряд производств в легкой промышленности. Они будут специализироваться на выпуске одежды и обуви. Гульнар Жантасова, Ожазбай Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Аркалыкский мясокомбинат ищет новые рынки сбыта. Предприятие было открыто 5 месяцев назад. Сегодня там уже переработано около 100 тонн мяса. Ассортимент расширился. Теперь выпускают 12 видов колбас и 3 вида консервов. Ожидается, что на полную проектную мощность мясокомбинат выйдет уже летом этого года. Тогда в сутки смогут перерабатывать 10 тонн мяса. Но уже сейчас руководство задумывается об экспорте продукции. В качестве основных зарубежных рынков сбыта рассматривается Россия и страны Центральной Азии. Буквально месяца два тому назад мы получили сертификат «Халал». 5-6 человек, которые именно мастера наши, которые занимаются консервами, колбасами, технолог и убойные, получили сертификаты тоже «Халаловские». К событиям в мире президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об утверждении 30-дневного плана экономии электроэнергии. По словам лидера страны, в течение месяца правительство будет работать по сокращенному графику, а школы вообще закроют. По мнению Мадуро, такие кардинальные меры помогут сбалансировать процесс производства и распределения электричества, а также повлияют на восстановление водоснабжения в стране. В прошлом месяце венесуэльцы оставались без света дважды. 7 марта электричество пропало на неделю. Доступ к энергии удалось восстановить, но 25 марта масштабное отключение электричества произошло вновь. Власти предполагают, что причиной блэкаута могла стать либо кибератакой США, либо саботаж со стороны оппозиции. Критики режима Мадуро считают, что энергосистема, национализированная в 2007 году, рухнула из-за плохого управления и коррупции. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех недовольных происходящим выйти на самую масштабную акцию протеста. Он обвинил действующей власти во главе с Мадуро в неспособности справиться с перебоями электроснабжения. Акцию протеста политик предложил провести в ближайшие выходные. Отмечу, Венесуэла столкнулась с самым тяжелым кризисом в своей истории. В стране раз за разом происходит массовое отключение электричества. Страдают социально значимые объекты большинства городов, в том числе больницы. Гуайдо обещал венесуэльцам, что переходное правительство, которое намерено сформировать оппозицию, решит сложившиеся в стране проблемы. В Иране масштабные наводнения, спровоцированные ливневыми дождями, стали причиной гибели 44 человек. От удара стихии страдают жители 270 деревень. Ливни идут уже несколько дней. Правительство страны объявило чрезвычайное положение и экстренную эвакуацию людей из районов, где возникла опасность прорыва дамп. К слову, в Иране обычно преобладают жаркая и засушливая погода. Местные чиновники утверждают, что причиной наводнения является глобальное потепление и изменение климата во всем мире. По меньшей мере, 8 человек погибли от удушья ядовитыми газами на одной из золота, добывающих шахт на севере Перу. Инцидент произошел в районе города Уамачуко. По данным местных СМИ, работа на руднике велась незаконно. В тоннеле, который рыли горники, произошел выброс газа и выжил только один шахтер. Он находится в больнице. О других подробностях не сообщается. 22 килограмма пластика обнаружено в желудке мертвой самки Кашалота на берегу Средиземного моря на Сардинии. По словам представителей защиты прав окружающей среды, в организме 8-метрового животного находились мешки для мусора, рыболовные сети, трубки для подводного плавания и даже пластиковая бутыль с гелем для стирки. Как оказалось, самка была беременна. Эксперты предполагают, что неродившийся Кашалот погиб еще до того, как его мать выбросила на берег. А виной всему пластик. В последнее время активисты все чаще находят морских обитателей, в желудках которых присутствует пластик. Данная проблема остается нерешенной, но в целях спасения окружающей среды Европейский парламент принял закон, согласно которому к 2021 году будет запрещено пользоваться пластиком. Добро пожаловать в Пьенчан. В столицу 23-х зимних Олимпийских игр пытаются привлечь иностранных туристов. Их число после завершения соревнований снизилось на 90%. Чтобы улучшить ситуацию, местные власти организовали международную конференцию по развитию туризма. Ее участником стал и наш корреспондент Владислав Цой. Улицы Пьенчана после завершения Олимпиады снова опустили. Хотя еще в феврале прошлого года в местных гостиницах не было свободных мест. Олимпиаду посетили больше 1 миллиона 300 тысяч туристов. Сейчас самые современные олимпийские объекты практически не работают. Ведь зимние виды спорта не популярны среди южнокорейцев. Не привлекает их и отдых в Пьенчане, который считается самым холодным регионом страны. Местные власти решили разработать стратегию по привлечению иностранных туристов. И для этого организовали международную конференцию. Мы планируем провести молодежные зимние олимпийские игры, а также конференцию представителей олимпийских городов в 2021 году. Кроме того, мы подали заявку на организацию тренировочного лагеря по борьбе перед летними олимпийскими играми в Токио. Есть еще порядка 10 международных мероприятий, в том числе соревнования по шахматам и тайквонду. Но не только лыжными трассами и красивой природой богат Пьенчан. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты и поправить здоровье. Сделать это можно в буддийских храмах. Этому, например, почти полторы тысячи лет. Туристы живут в храме. Здесь они отказываются от вредных привычек и медитируют. В меню только растительная пища. Чайная церемония длится около получаса. Посетителям под приятную музыку предлагают три вида чая. У меня, например, чай из цветков лотоса. Он помогает избавиться от депрессии. Многовековые парки и буддийские храмы показали иностранцам, проживающим в Сеуле. На встрече с главой уезда они поделились своими идеями по развитию туризма в Пьенчане. Есть много стран в Азии, где нет гор и снега. Поэтому многие любители зимних видов спорта вынуждены тратить много денег на поездку в Европу. А Корея рядом, и здесь прекрасная инфраструктура. Можно организовать лыжные туры. Этим воспользуются жители таких стран, как Таиланд и Вьетнам. Здесь много олимпийских объектов и оборудования, но их можно использовать не только для спортивных, но и музыкальных мероприятий. Хороший пример – Берлинская стена. Там проводят рок-концерты. Олимпиада в Пьенчане запомнилась тем, что впервые за много лет спортсмены Республики Кореи и КНДР выступили как одна команда. А после игр прошли три саммита глав двух государств. Участники конференции предложили продолжить миротворческую политику. Поэтому не исключено, что в Пьенчане еще не раз встретятся представители Северной и Южной Кореи. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций.